Вечная им память. И хочу всем афганцам сказать, виват в праве! Виват, отвечает Константину Быкову, ветераны той страшной войны. Они пришли на митинг почтить память тех, кого уже нет с нами, и встретить 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Для подполковника запаса Владимира Толкова 15 февраля – особый день. 32-ю годовщину встречаем, да. Ну как я вот приехал в город, как уволился с вооруженных сил с 97-го года, так каждый год, вот, увы. Ну это наша память, это никуда не вернешь. И, как говорится, она все равно болит. Мы помним фотографии, пролистываем, ну. Но боль утраты не стирается с годами, и в памяти людей ей жить еще долго. 90 человек из Сарова участвовали в боевых действиях в Афганистане. Вернулись не все. Их имена увековечили на гранитной плите. Память о них хранит и подрастающее поколение. Валерия Черкова уже в пятый раз участвует в проведении митинга. В течение пяти лет я являюсь ведущей данного митинга. Прихожу сюда, потому что память о войне, о любой, должна быть. А афганская война, она сложная война, спорная война. И поэтому о ней нужно помнить. И тем более она закончилась совсем недавно. Организовал митинг департамент по делам молодежи и спорта и подведомственное учреждение «Центр внешкольной работы». С проведением помогала Саровская дивизия. Сотрудники Росгвардии стояли на карауле. Ребята из военно-исторического клуба «Победитель» также традиционно участвуют в этом митинге каждый год. Сегодня было очень достаточно, так, немного в таких суромых погодных условиях. Но тем более ребят выдержали. То есть и прочитали хорошо, и цветы разложили тоже. В общем, я считаю, что достаточно правильно. Хотя немножечко подмерзли. Ну, не важно. Важен сам момент. Дело в том, что мы должны как можно больше ребят привлекать вот к таким действиям. Регламент проведения мероприятия диктовали погодные условия. В связи с сильным снегопадом митинг длился не 30, а 15 минут. Зрителей практически не было. Всего к памятнику воинам-интернационалистам пришло около 30 человек. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.